Прямо на титульном слайде у нас огромное количество страшных слов. И в расписании вы увидели, что мы будем рассказывать про такие вещи, как Nginx, Nginx, Mesh, Unit, Amplify, Crossplane. Это все очень интересно. И давайте я вам скажу вначале, почему и зачем мы рассказываем такой доклад здесь. Nginx как веб-сервер, как Reverse Proxy, балансировщик известен вам очень хорошо. На российском рынке, среди российских пользователей все его прекрасно знают. Но Nginx, кроме известного веб-сервера, это еще и большая заметных размеров компания. У нас уже работает больше 200 человек по всему миру в разных городах. И не только в отделах маркетинга и продажах, но и в разработке тоже. Разные проекты, про которые мы говорим сегодня, разрабатываются не только в России, разрабатываются не только на C, на других платформах, языках и в разных местах. По проектам обратите внимание, где именно можно смотреть их исходные коды и информацию. У нас существует два разных GitHub-репозитория. Один это GitHub на Nginx и другой это Nginx Inc, в котором живут более маленькие сателлитные проекты. Значит, цель сегодняшнего доклада – это обзорная экскурсия. Мы не будем очень глубоко вдаваться в каждый из этих проектов, потому что, по идее, по каждому из них можно сделать отдельный доклад на час, а то и больше. Поэтому мы посмотрим, что именно эти элементы архитектуры, эти программные решения, что они делают, как ими пользоваться, где найти информацию по ним. И в конце будет… оставим заметное время на то, чтобы задавать вопросы, на то, чтобы ответить на вопросы. То есть готовьте вопросы к концу доклада. Итак, первая часть – это разговор про библиотеку Crossplane. Зачем мы построили систему парсинга конфигурации? Для любой системы автоматизации, для различных решений, которые внедряют, устанавливают, конфигурируют Nginx, люди пишут конфиги. Конфиги можно писать как текстовые файлы, их можно писать с помощью каких-то темплейтных движков, можно писать на таких вещах, как Ansible, Puppet, Chef, на всем чем угодно. Но в любом случае разработчики стараются не писать конфиг руками. Как только вы ставите что-то в большую инфраструктуру, не пишите конфиги руками. Библиотека Crossplane работает над тем, чтобы преобразовывать конфиг Nginx в стандартный JSON. Это очень удобно для того, чтобы потом включать это в любые системы, которые этот конфиг будут развертывать или преобразовывать дальше, либо вынимать из него какие-нибудь определенные данные и как-то их использовать. Библиотека работает в оба направления. То есть вы можете создать свой собственный JSON по такому виду с теми директивами, с теми параметрами, которые вам нужны, и в одно движение преобразовать это в конфиг. Далее вы можете использовать это как в командной строке. Также вы можете использовать Crossplane внутри питоновских скриптов как модуль. Подключаете Crossplane и используете его вместе внутри своих питоновских скриптов, создаете, видоизменяете конфиг с помощью стандартных удобных структур. Значит, что Crossplane не делает, это глубокую проверку конфигурации на ее валидность. Когда конфигурация Nginx запускается на конкретном сервере с конкретной версией Nginx, это можно технически полностью проверить, что конфигурация запускаемая только в контексте конкретного сервера. То, что делает Crossplane, это преобразование форматов. Это наш шаг до того, как вы конфигурацию зальете на сервер и начнете ее запускать с самим Nginx. Значит, берите Crossplane на GitHub, на Nginx.inx.inx.crossplane. Разрабатывается этот проект в Сан-Франциско. Одним из наших инженеров и команды, которая работает над следующим нашим проектом, Nginx.amplify. Amplify – это система мониторинга. Nginx – это такая штуковина, которая, в принципе, работает хорошо и вообще-то не ломается. Но понимать, как именно она работает, какие есть в ней метрики, какие элементы инфраструктуры стоит правильно отмасштабировать, над чем именно следить. Для этого мы построили систему правильного мониторинга Nginx, которую назвали Amplify. Установка Amplify очень простая. Ставится простейший агент рядом с вашим Nginx. Агент автоматически находит все инстансы Nginx, дополнительно смотрит на софт такой, как PHP, FPM и MySQL. Соответственно, зная то, как работает Nginx, смотря на конфигурации, Amplify еще и читает логи. При этом его не нужно специально конфигурировать для того, чтобы понимать формат логов Nginx. Берутся лог-файлы, либо берутся они напрямую через syslog и представляются метрики, которые можно смотреть в SaaS-интерфейсе. Значит, еще один момент, который надо понимать. Некие данные из вашего Nginx, то есть общие метрики, они будут храниться в облаке Amplify. То есть это не on-premise решения, это SaaS. Но, скажем так, метрики могут собирать разные решения вокруг. Что особенное может делать Amplify для вас? Это работа с конфигом и понимание, насколько ваш конфиг хороший. Amplify-овский агент считывает конфиг, с помощью кроссплейна создает структуру этого конфига, убирает оттуда особо страшные персональные данные и отправляет на анализ. Анализ производится автоматически, и результаты анализа можно смотреть внутри интерфейса Amplify. Там очень много интересных вещей можно найти. Особенно если конфиги большие, часто случается, что чего-то в них не хватает, что есть какие-то недостатки, какой-то директивы может не хватать, что-то может сконфигурено не по самым лучшим практикам, и автоматически вы можете понять, в каких местах вашей конфигурации нужно сделать изменения. То есть даже если вам не нравятся метрики, или вы умеете отлично собирать метрики и логи, как минимум посмотрите на Amplify для того, чтобы проверить свою конфигурацию, насколько она хорошая. Amplify можно найти по адресу amplifyingx.com. Там же находится документация. Агент Amplify написан на питоне и является опенсорсным продуктом. Его можно найти у нас на GitHub. Далее продукт Amplify, он разрабатывается частично в Сан-Франциско и частично в Москве. Следующая часть нашей обзорной экскурсии это NGINX JavaScript. Это уже более сложная задача по созданию более динамических конфигураций и по добавлению скриптинга в конфиге NGINX. До того, как мы разрабатывали NGS, существовало и существует уже долгое время много способов сделать вашу конфигурацию более динамической. Во-первых, это создание сложных переменных. Вы можете создавать переменные, состоящие из разных элементов, из разных кусков и устанавливать их в заголовки, имена серверов, делать различный умный проксинг и по-всякому управлять этими данными в переменах. Многие вещи можно сделать непосредственно в логике NGINX конфига. Это рекомендуемые методы. Чаще всего это самый лучший способ. Если есть возможность воспользоваться не скриптами, а готовой логикой конфигурации, готовой логикой NGINX, лучше ею пользоваться как есть. Следующий элемент, которым можно пользоваться, это директива map. Map позволяет создавать вам, видоизменять одну переменную на основании значений другой переменной. Это очень интересная, достаточно концептуальная фича NGINX. И часто ее используют вместе с регулярными выражениями для того, чтобы на базе какого-нибудь регулярного выражения поменять одну переменную в другую. Следующий метод делать конфигурацию более динамичной – это Perl. Уже, по-моему, больше 10 лет в NGINX можно встраивать перловые скрипты. И, пожалуй, более популярный метод сегодня, чем Perl – это строить динамические конфиги на базе Lua. Значит, про Lua можно сказать много чего. Многие ребята строят достаточно серьезные конфигурации, строят большие Lua скрипты и прямо-таки создают такие аппликейшн-сервера внутри самого NGINX с использованием большого количества Lua кода. Пожалуйста, не делайте так, не создавайте очень большой код в NGINX-овском конфиге. Это часто бывает небезопасным, это может сломаться в непонятных местах, и NGINX не предназначен для того, чтобы быть аппликейшн-сервером. Поэтому, если вы используете Lua, если вы используете большие скрипты на Perl или что-то в этом духе, во-первых, пожалуйста, тестируйте это очень аккуратно и внимательно, и очень серьезно тестируйте. Во-вторых, смотрите, где в инфраструктуре лучше использовать большие наборы кода. Может быть, имеет смысл построить отдельное веб-приложение, отдельный аппликейшн-сервер за пределами NGINX, чтобы обрабатывать трафик более серьезно. То есть скрипты, которые встраиваются в NGINX-овский конфиг, они сделаны для быстрых изменений данных, для того, чтобы сделать конфиг динамичным, не для того, чтобы сделать целое веб-приложение и засунуть его внутрь NGINX. Так вот, мы построили свой собственный JavaScript, и что мы сделали? Мы не взяли готовую JavaScript-машину, мы не взяли V8, мы не привязывали Node.js к NGINX, мы построили JavaScript с нуля. Зачем, спрашивают многие? Дело в том, что известные и прекрасные, хорошие JavaScript-машины предназначены для того, чтобы работать в долгое время. Они относительно долго создают контекст, они следят за мусором, они предназначены для того, чтобы работать с большим количеством запросов, и после того, как они долгое время отрабатывают, они еще и занимают ресурсы на то, чтобы правильно выйти и так далее. В общем, оказалось, что для работы в рамках одного запроса, для того, чтобы быстро стартовать, для того, чтобы быстро что-то сделать и быстро выйти, наша собственная JavaScript-машина лучше подходит. Мы сделали ее как раз с целью, чтобы обеспечить быстрый старт и уничтожение окружения. По нашим тестам, если заниматься стартом и остановкой машин типа V8 и сравнивать это со стартом и остановкой машины NGIS, разница примерно на три порядка. То есть NGIS работает исключительно быстро в контексте данного запроса. Значит, как этим пользоваться? Мы берем либо исходники на нашем GitHub NGINX NGIS, либо берем готовый динамический модуль из пакетов. Если вы ставите NGINX из наших репозиториев, прямо там же, где живет NGINX, вы найдете и модуль NGIS. Значит, модуль вставляется в конфигурацию, далее кладется JavaScript файл, и у нас есть простые директивы для того, чтобы устанавливать переменные скриптом, либо выдавать контент прямо в конфиге. Значит, когда я изучаю какую-нибудь новую платформу, мне всегда нужен Hello World. Из Hello World дальше можно сделать многое, можно понять базовую такую каноническую форму запуска чего-нибудь и потом из нее выяснить, что происходит, как с этим работать дальше, как это расширять. Значит, на экране как раз такой Hello World для JavaScript, для NGIS. Вначале мы видим, что у нас в NGINX Conf вставлен динамический модуль, у нас есть референс на файл JavaScript на диске, и далее у нас в локейшене выдается контент с помощью JavaScript-овской директивы. В JavaScript-овской директиве, соответственно, существует специальный объект, и нужно специальным этим объектом вызвать return, тогда выдастся контент обратно в NGINX. Одну вещь стоит здесь заметить. Если вы поменяли JavaScript на диске, нужно сделать reload NGINX. Автоматически он не будет считывать файл с диска на каждом запросе. спрашивают нас очень часто, зачем, что можно делать с JavaScript-имплементацией в таком виде. Добавление сложной логики в конфиг — это очень общая фраза. То есть в ваших собственных скриптах, в ваших конфигурациях вы сможете сами увидеть варианты использования, но несколько примеров сейчас на экране. Можно проверять аутентификацию пользователя, можно сгенерировать JSON веб-токены, можно сходить во внешние API для каких-либо внешних проверок и на базе внешних проверок направить запрос куда бы то ни было, либо в соответствующий апстрим, либо не дать доступ человеку к веб-контенту, либо сделать что-то еще на базе решения этого внешнего API. И другие примеры, они относятся к хэшированию, к более умному и серьезному видоизменению урлов перед проксированием и вплоть до того, что мы можем с помощью JavaScript делать сложные AB-тестинги и наворачивать более серьезную логику в конфиг. Но внимательно опять же смотрите, где стоит пользоваться встроенным языком скриптинга, а где стоит что-то взять и вынести наружу и за пределы Nginx в отдельное приложение. Значит, JavaScript можно взять у нас на GitHub в виде его исходников. Далее посмотрите, пожалуйста, на наши блоги на nginx.com по тегу nginescript и по этому тегу вы увидите несколько очень серьезных, достаточно длинных статей с примерами того, как JavaScript можно использовать с Nginx. И третьей ссылкой идет отдельная страница на nginx.org. На этом сайте есть референсная документация по всему, что мы поддерживаем в этой имплементации JavaScript. Тут стоит сразу же отметить, что мы не поддерживаем вообще все, что JavaScript умеет. В принципе, у нас есть чуть более ограниченный набор функциональности, которые поддерживаются в этом. Опять же с целью того, чтобы использовать его в контексте запроса, использовать очень быстро и не для того, чтобы делать большие веб-приложения с помощью этой структуры. Так вот, для того, чтобы делать большие и серьезные веб-приложения и для того, чтобы их запускать, мы разработали application сервер под названием nginx unit. Это уже четвертая часть нашей презентации. И давайте рассмотрим, зачем же мы делали еще один application сервер. Вроде бы их уже есть много, вроде для каждого вида веб-приложений можно спокойно запускать разные application сервера и запускать код приложений достаточно известным образом. Одна из предпосылок для того, чтобы заняться этой проблемой, это то, как в последние десятилетия менялась инфраструктура. Если мы вспомним, как мы даже 10, 15, 20 лет назад ставили сервера, мы их заказывали где-то далеко, приезжала коробка, распаковывали, ставили их в стойки, подключали провода. Занимало это долгое время, часы, дни, недели, в зависимости от того, какой процесс. А сегодня с помощью всяких облачных структур мы можем просто поднять виртуалочку в облаке, сделать это за минуты. Если у вас уже стоят разные контейнерные системы, вы это делаете за секунды или доли секунд. В дополнение к этому часто вы даже не делаете самостоятельно. Вы берете и с помощью ваших девопс инструментов даете задание размасштабировать какие-либо сервисы. Но тот факт, что сервисы масштабируются, еще означает, что вся остальная инфраструктура вокруг этих сервисов должна уметь понимать, как эти сервисы размасштабировались, где они работают, как ходить на данный сервис и так далее. Следующая проблема, которую мы рассматривали, это проблема большого количества языков в серьезных веб-проектах. Мы всегда задаем людям, с которыми общаемся, вопросы, что у вас за код, на чем вы кодите, что за платформы. И если проекты хотя бы какого-то большого объема, очень часто мы видим ответ, что мы используем сразу много платформ. Или вот как-то мы используем одну и немножко другую. И причины для этого бывают очень хорошие, очень правильные. Временами большие организации покупают целиком готовые решения или целые маленькие компании, которые работают на другом стеке приложений. Часто бывает, что конкретный стек лучше предназначен для какой-либо определенной функции. Например, если мы делаем какой-нибудь машин learning, с большой вероятностью мы делаем его на питоне. Если мы строим какой-нибудь фронтенд, с большой вероятностью мы строим его на JavaScript. Иногда это просто мода. Вот гошечка сегодня модный язык. Многие люди кодят на го и считается, что это сейчас классно. А вот перл наоборот почему-то сегодня не модный. Но все эти причины, то, что у нас появляются разные варианты поднятия серверов, разные варианты запуска приложений на всяких непонятных языках или понятных нам языках. Это ведет к тому, что у нас появляется много разных стеков приложений, много разных серверов, много вариантов развертывания разного софта. Чем больше этих вариантов появляется, тем больше типов конфигов надо учить, тем больше различных особенностей того, как конкретный стек работает, надо знать. И это просто сложно. В дополнение к этому это у нас есть еще один тренд. Это тренд микросервисов. Микросервисы сегодня популярны. Многие организации, многие проекты, даже если у них есть какие-то большие старые приложения, они берут и начинают отрывать, отпочковывать части этих приложений в отдельные сервисы. И эти отдельные сервисы, они тоже становятся часто сделанными на других языках относительно большого монолитного проекта. Они часто поднимаются на инфраструктуре, отличающейся от старых приложений. И со всем этим как-то надо работать. Так вот, мы построили новый application сервер, который сделан полностью динамическим и контролируется с помощью понятного и простого API. Nginx unit это не Nginx, который имеет свой код и свои ограничения по работе. Unit строился исключительно как новый софт без обратной совместимости с кодом Nginx. Он строится, unit строится для другой задачи, для задачи запуска кода на языке, который вы уже знаете, на языке веб-приложения. API unit это основной элемент того, как вы его конфигурируете. Вместо того, чтобы брать конфигурационные файлы, класть их на диск и после этого перезапускать или каким-то образом заставлять веб-сервер читать эти файлы, с юнитом вы посылаете запрос на изменение непосредственно в API самого софта, непосредственно в сам юнит. Значит, по умолчанию API у нас работает на Unix socket. Он может работать и на внешнем адресе. Если вы запускаете API управление на внешнем адресе, я это скажу, наверное, сегодня раз пять, пожалуйста, закройте его какой-то безопасностью, настроите firewall и настроите аутентификацию. Не открывайте API управление просто так наружу. Далее немножко поговорим про архитектуру, из чего состоит юнит. Юнит запускается как главный процесс, который создает процесс контроллера и процесс роутера. Процесс контроллера занимается приемом запросов на изменение конфигурации. Изменения конфигурации могут приходить либо как полный большой JSON со всеми приложениями, со всеми данными, которые вы можете себе представить, либо как отдельные точечные изменения в случае, если у вас уже юнит работает, в нем есть какое-то количество приложений запущено, вы либо хотите запустить еще какое-то, либо изменить параметр отдельного приложения. Далее в юните есть процесс роутера, состоящий из нескольких тредов, который принимает клиентские соединения. Клиентские соединения будут приняты по HTTP, и отправлены через шареную память в процессы приложений. Что это нам дает? Это дает возможность отделить сетевую конфигурацию полностью от конфигурации приложения. То есть такие вещи, как количество воркеров приложения, такие вещи, как к какому порту, к какому IP адресу привязано какое именно из ваших приложений, это эти вещи, они отделены в принципе, но при этом они управляются единым API. Если мы посмотрим чуть более внимательно на то, что мы можем конфигурировать в API юнита, это достаточно много параметров, которые привязаны к самому приложению. Мы можем делать методы get, put, delete туда в этот API, изменять любой элемент, любую переменную прямо на ходу. Значит еще раз, если вы запускаете API, который у вас смотрит наружу, либо не делайте этого, либо настройте правильные уровни безопасности вокруг этого. Далее очень интересный момент, это как у нас приложения похожи и как они отличаются. Юнит на сегодня поддерживает пять языков. Это PHP, Python, Ruby, Perl и Go. И если мы посмотрим, как вот пример, который поместился у меня на слайд, это чем у нас похожи, чем отличаются PHP, питоновское Ruby приложение. И в верхней части мы видим, что у всех у них есть набор параметров, который в принципе совершенно одинаков по конфигурации. И вместо того, чтобы настраивать три разных application сервера, у которых три разных типа конфигов, три разных подхода к конфигурации, вместо этого можно это все сделать в виде одного либо трех API запросов. Но каждый из языков немножко отличается в своей имплементации, поэтому у них есть и собственные наборы параметров, которые специфичны для каждого из языков. Значит, где брать Nginx юнит? Вы можете зайти на главный сайт юнит nginx.org, можете посмотреть на код юнита у нас на GitHub, а можете просто в одно движение запустить его в докере. Подписывайтесь на отдельный mailing list на Nginx.org, который называется юнит, либо если вы увидели, у вас появились какие-то вопросы, их можно очень удобно задавать прямо на GitHub. Представляете, Nginx на GitHub принимает issues. Следующая часть, следующие даже две части нашего доклада, они относятся к более таким инфраструктурным задачам. Это кубернетис ingress контроллер и сервис mesh. Ах да, я не отметил то, что юнит у нас разрабатывается в Москве. Разработкой юнита заведует сам лично Игорь Сысоев. И Игорь, несмотря на то, что он основатель такой большой серьезной компании, он все еще занимается архитектурой, кодингом. Ему очень интересны сложные технические решения, над которыми он и работает. То есть проект построен в культуре Nginx и он является таким олицетворением новых методов создания web application серверов. Так вот, двинемся дальше в сторону системы оркестрации контейнеров и управления сетями в новых микросервисных архитектурах. Кубернетис сегодня популярен. Это проект от Гугла, который достаточно открытый и многие организации его уже используют в таком продуктивном режиме, в бою и обрабатывают большое количество информации, запускают множество подов и контейнеров в своих инфраструктурах. Значит, ингресс-контроллеров для Кубернетиса существует множество. Для разных сервисных прокси, для разных типов сервисных прокси есть свои контроллеры, которые позволяют управлять конфигурацией этого прокси. Для Nginx, вот я сразу же в самом начале этой части скажу, что контроллеров существует два. Один из них создан комьюнити Кубернетиса, он живет у них в репозитории и поддерживается сообществом. У него есть свой набор функциональности, набор фич, у него есть свои собственные баги и есть контроллер, который создан Nginx, который живет в нашем репозитории и работает непосредственно с конфигурацией и, кроме всего прочего, он имеет официальную поддержку. Есть еще один продукт, про который я особо не рассказываю в этой презентации, это Nginx Plus, который коммерческая версия Nginx. И наши коммерческие пользователи хотят использовать фичи коммерческого Nginx в Кубернетисе и в соответствующих инфраструктурах. И как раз наш Ingress контроллер может продвинутые фичи плюсовой версии Nginx тоже использовать непосредственно нативно и напрямую с помощью интерфейса Кубернетиса. Давайте немножко посмотрим на то, что Кубернетис предоставляет, какие функции можно выполнять, что можно делать с Ingress контроллером, который мы создали для Nginx в Кубернетисе. Значит, Кубернетис предлагает, он предоставляет ресурс Ingress, но он сам по себе не создает балансировщика нагрузки, прокси. Сам Кубернетис напрямую не может серьезно управлять веб-трафиком. Но при этом Кубернетис представляет интерфейсы для того, чтобы этим трафиком управлять с помощью внешних прокси. Для разных прокси и балансировщиков нагрузки есть свои Ingress контроллеры. То есть для HAProxy это свой контроллер, для Nginx свой, один или другой, для Invoia третий и так далее. Далее по Ingress контроллеру, который мы создавали. Что у нас ставится? У нас ставится Nginx и софт Ingress контроллера прямо в один и тот же контейнер. Ingress контроллер – это отдельный софт, который генерирует конфиги Nginx, создает ресурсы Ingress и занимается перезапуском Nginx. Для коммерческой версии он не всегда перезапускает Nginx. Там можно пользоваться API, чтобы делать отдельные изменения напрямую. Если мы посмотрим на то, как мы можем кастомизировать Nginx, это достаточно серьезный набор функций, которые можно применять через config map и annotations. То есть в конфигурации в кубернете, в ямле записываем различные данные в том виде, в каком мы можем, в каком мы хотим их видеть в конфиге Nginx. Часть функциональности доступна как отдельные элементы. Если вы создаете что-то совсем особенное, вы можете создавать сниппеты. Когда вы создаете сниппеты, это вы просто пишете config Nginx, который будет вставляться в определенный локейшн в конкретный сервер блоки, которые будут создаваться там на ходу. Значит, по тому, как использовать Ingress контроллер, все очень просто. Вы идете на наш гитхаб и там есть подробная информация о том, как им пользоваться и что можно делать. Гифка, которая сейчас играется с консолью, она показывает, как мы запускаем Nginx, создаем несколько разных, несколько реплик Nginx. Далее очень просто. Видим, как у нас все красиво размасштабировалось. Это один из примеров такого канонического масштабирования сервисов в принципе в системах типа кубернетиса. И последняя часть доклада – это небольшой разговор про сервис Mesh и разговор про проект Nginx Mesh, который позволяет запускать и управлять Nginx сервисом в среде Istio. Значит, сервис Mesh – это… откуда пошел этот термин, откуда появилась эта проблема? Она выросла из того, что у нас в последнее время появляется большое количество мелких сервисов, запущенных в динамической инфраструктуре. Эти сервисы начинают постоянно видоизменяться, их масштабируют, их перемещают из одной сети в другую, с ними постоянно что-то происходит. В общем, такое понятие, как maintenance window, там какой-то downtime для того, чтобы что-то регулярно поменять, его в в этих средах особо не существует. Все время что-то падает, все время что-то поднимается, все время трафик должен ходить по-разному. Сервис Mesh, в принципе, как система, это отдельный слой в вашей инфраструктуре, который позволяет вам динамически и распределенно управлять отдельными отдельными прокси, отдельными элементами связности этих систем. И желательно и очень хорошо, если ваш сервис Mesh, это система прозрачная для ваших сервисов. По-хорошему, приложение, которое какой-либо программист написал на каком-то языке в каком-то виде его кода, ему не обязательно и хорошо, если этот программист не знает и не должен знать про то, как именно это приложение будет ходить и общаться с другими приложениями. У него должен быть просто простой интерфейс, что вот мне из сервиса A нужен сервис B, значит, я знаю, как вот до сервиса B достучаться. Дальше задача инфраструктуры сделать так, чтобы из сервиса A можно было добраться до сервиса B. Так вот, сервис Mesh как концепция предоставляет возможность такого динамического управления от одних сервисов к другим. Engine Mesh, как имплементация сервис Mesh в Istio, поддерживает различные правила, политики, криптование, мониторинг, трейсинг. Это все очень необходимые функции для такого управления трафиком. Контейнер с Proxy, контейнер с Nginx добавляется прозрачным образом. То есть приложения как раз не должны видоизменять свою конфигурацию, чтобы начать ходить через сервис Mesh или ходить в сервис напрямую. Им не обязательно знать, как именно работает сеть между ними. Если мы посмотрим более внимательно на то, как у нас работает Engine Mesh, у нас существует агент, который работает с системой Istio. Istio — это имплементация сервис Mesh от Google. Агент аутентифицируется в системе аутентификации и коннектируется к системе, которая называется Istio Pilot. Агент собирает данные о том, какие нужные сервисы, где они находятся и генерирует конфигурацию для Nginx. Далее в Nginx настроен несколько многоуровневый роутинг для того, чтобы это правильно и быстро работало. И конфигурация, которая сгенерирована этим агентом, она применяется на данной проксе. Далее после того, как уже трафик ушел, данные по трейсингу отправляются наружу, чтобы остальные элементы Istio могли понимать, что происходит с этим трафиком. На сегодня это май-июнь 2018 года. Я пока не могу сказать, что ребята ставьте Istio в продакшен. Пока не надо. Это еще бета. Будем надеяться, что Istio будет действительно хорошей системой и в будущем мы будем ее устанавливать и использовать в бою. А пока что готовьтесь к таким подходам управления сервисом. Смотрите на разные решения. Пробуйте, обязательно пробуйте, как это работает. Значит, где можно взять Engine Mesh? Это отдельный GitHub репозиторий, который называется Engine Mesh. Разработкой Engine Mesh занимаются наши товарищи в Сан-Франциско и в Sunnyvale в Калифорнии. На сегодня Engine Mesh работает с Istio 0.7.1 и еще раз Istio это штуковина, которая находится в бете, Engine Mesh тоже в бете, поэтому проявляйте аккуратность. Итак, мы прошлись по нескольким, по шести проектам, которые Nginx делает и которые не являются собственно веб-сервером Nginx. Значит, это кросс-плейн, парсинг конфигурации из JSON в JSON. Удобно использовать для того, чтобы не писать конфиги руками. Amplify – это SaaS мониторинг, который позволяет вам не только создавать классные графики, но еще и проверять, насколько ваш конфиг соответствует хорошим, правильным практикам создания этих конфигов. NGS – это JavaScript имплементация, которая сделана для динамического конфига Nginx, чтобы Nginx более конфигурируемым был для более сложного управления трафиком. Но, пожалуйста, не делайте целые большие приложения на NGS. Так же, как лучше не делать большие приложения на встроенном в Nginx Lua, Perla или что-то в этом духе. Выносите серьезный код наружу. Для того, чтобы запускать различные веб-приложения, мы сделали Nginx Unit, и Unit позволяет вам не только их запускать, но и динамически всем управлять. Значит, Unit управляется через API, он ничего не релоидит, если очень не нужно, и позволяет запускать приложения на сегодня на пяти языках, но больше языков планируем поддерживать. И следующие две вещи, которые мы рассмотрели, это Ingress Controller и Engine Mesh, которые позволяют нам смотреть, управлять трафиком в средах Kubernetes, и Engine Mesh позволяет управлять трафиком в виде сервис Mesh под системой Istio. И на этой замечательной ноте мы, наверное, откроем сессию вопросов. Спасибо. Раз, два. Лямин Александр, Кокюратор Labs. У вас там перелив случился. 7 и 6. А, да, так и есть. Мы начали с нулевой. И на этой прекрасной ноте, первой, рекомендация API, доступные на звездочке, это нехорошо. Не надо повторять пример MemeCash. API, пожалуйста, по умолчанию пусть слушает 127.001. Все туннели с Сашей и Се смогут прокинуть. Мы не хотим ни вы, ни мы видеть ботнет на Nginx. Я полностью согласен, что API должен быть закрыт. По умолчанию в наших пакетах юнита с версией после приватной беты API по умолчанию живет на сокете. С сокетом тоже можно работать. На 127.001 совершенно согласен. Можно, нужно, нужно. Отлично, спасибо. А вопрос такой, есть ли в планах изоляции? Отличный вопрос. Значит, юнит позволяет запускать разные приложения. Разные приложения на сегодня могут запускаться под разными юникс-пользователями с разными группами. То есть это такой, ну, скажем так, первый уровень изоляции, который мы сразу в него писали. В планах есть поддержка C-groups, то есть более серьезная изоляция, в том числе изоляция по ресурсам одного приложения от другого, она запланирована. Отлично, спасибо. Спасибо за доклад. Есть вопрос, что у вас по поводу планов юнита и jvm? Ну, java в принципе языков. Юнита java – это вопрос, который я ждал, поэтому очень часто нас спрашивают, когда будет поддержка java и когда будет поддержка javascript. Планируем. Вот уже сейчас у нас идет исследование среди разработчиков и отдельные ресурсы разработки занимаются сейчас этим вопросом. То есть, да, планируем, работаем над этим. Ну, какие-то есть уже информация, может быть, где-то введете блок какой-то по поводу этого? Вы знаете, про java нас спрашивают настолько часто и настолько много, что как только у нас будет информация бета-версии и возможность этого использовать, мы сделаем столько шуму, что вы точно не пропустите. Спасибо. Добрый день. Спасибо за доклад. Хотел бы узнать, во-первых, насколько сейчас вообще стабильно для использования в проде юнит. Юнит сейчас позиционируется как версия 1.0. Его, как и любой новый софт, нужно внимательно тестировать в вашей инфраструктуре. Есть несколько функциональных ограничений, над которыми мы сейчас работаем. В частности, поддержка TLS и веб-сокетов, которые мы вот на сегодня еще не умеем, но очень скоро будем. Для простых веб-приложений и для веб-приложений достаточно известных, таких как WordPress и другие фреймворки, вы его уже можете использовать, пробовать. Кроме того, весьма вероятно, что вы юнит не выставите сразу наружу. Перед ним вы поставите Nginx, Firewall, CDN и весь набор стандартного аппликейшн стека. Естественно, вы это замониторите правильным образом и со всем набором приложений, когда это все правильно взлетит, юнит будет таким же элементом инфраструктуры, как и другие аппликейшн сервера, только с функциональностями легких, быстрых изменений вашего состояния веб-приложений и консистентности, то есть одинаковых типов конфига для разных типов приложений. То есть каким CMS уже тестирование вы делали со своей стороны? Да, мы делали тестирование с несколькими разными CMS, с различными веб-приложениями, и мы видим сейчас большую активность у нас на GitHub от разных пользователей, которые это пробуют в разных режимах. А где-то можно будет увидеть страницу, где там совместимость CMS и так далее? Страница совместимости. Если мы говорим про такие языки, грубо говоря, все кроме Go, то вы можете использовать это с CMS без изменения даже кода этих CMS. Окей. Какие языки? Вот по JVM я понял, какие еще языки планируют? Мы планируем поддержку Java и JavaScript как самые такие основные вещи на сегодня. И мы собираем информацию от вас, от наших пользователей по тому, какие языки вам еще нужны, то есть что вам нужно для вашей инфраструктуры. Если вы в списке GitHub Issues не видите языка и платформы, которые вам нужно поддерживать, напишите отдельный тикет, чтобы нам смотреть за активностью по данному языку, и мы будем видеть, насколько это нужно широкому кругу пользователей. Окей. По NGS еще два маленьких вопроса. Во-первых, что будет, если в рантайме код упадет? Это я вам сразу не скажу, что я пробовал, это выходить из JavaScript, не отсылая ничего обратно. Грубо говоря, ничего хорошего. Окей. И что будет, если я… Но NGINX не падает. NGINX при такой проблеме не падает, с запросом ничего хорошего не происходит. Окей. Что, если вдруг я зачем-то подрусить и решу загрузить слишком большой JS файл? Слишком большой JS файл? Тоже не пробовал. Не знаю. Во-первых, не делайте так. Загружайте небольшие файлы для небольших изменений конфигурации, для быстрых изменений в контексте запросов. Извините, если сделаю больно. HTTP 2 в контексте юнита. HTTP 2 в контексте юнита планируется. Причем планируется в обе стороны. Вот. Все будет. И, как говорит наш разработчик HTTP 2 Валентин Бартенев, Валентин говорит, что в инфраструктуре юнита и в юните его будет сделать проще, чем это удалось сделать в NGINX. Отрадно слышать. Спасибо. Спасибо за доклад. Вопрос по мониторингу Amplify. Он данные откуда берет NGINX статус? Как вы сказали, я понимаю, в документации все будет написано, но быстрый экскурс, что он берет откуда это все. Да, отлично. В двух словах. Amplify читает NGINX конфиг. Читая NGINX конфиг, находит все директивы лог формата и директивы access log. Смотрит в эти access log в соответствии с этим лог форматом, оттуда считывает данные по всем переменным. Далее ищет все директивы NGINX статуса, которые этот стаб статус. Для плюсовой версии в дополнение смотрит в плюсовой API за плюсовым статусом, собирает метрики оттуда. Далее, собирая метрики по логам и по общей статистике, только общие метрики с логов и статистику, собранную со статус модулей, он отправляет в облако. То есть логи целиком в облако не идут. Это слишком много данных, это было бы ужасно. Еще вопрос. Эти потом в будущем метрики можно передать на какое-нибудь другое хранилище, например, в Prometheus или Аналог, где коллектор сохранит эти данные, потом можно будет работать с ними. Для SaaS версии, вот именно для Amplify, у нас нету IP доступа к нему. То есть вам нужно пользоваться через веб-интерфейс, который мы предоставляем. Но есть проект, называется NGINX контроллер, который позволит вам поставить систему, в которой Amplify полностью включен, на свои сервера и там будет IP доступ. Но это уже будет на вашей инфраструктуре и это коммерческий проект. Amplify можно пользоваться бесплатно на небольшом количестве хостов. Спасибо. Здравствуйте. У меня вот вопрос тоже по юниту. То есть какая часть все-таки управляет асинхронностью и конкурентностью в запросах и многопоточностью? Это все-таки сам код на конкретном языке или здесь юнит как-то вносит свои коррективы? Юнитовский процесс роутера занимается тем, что смотрит на набор запросов, который идет на определенный хост и порт, запихивает эти запросы в соответствующие очереди на воркеры приложений и дальше воркеры приложений разбираются с ними уже соответственно по порядку. Если мы рассмотрим такие вещи, как например Go, где много запросов обрабатываются с самим небольшим количеством процессов, там они прилетают в этот процесс, вместо того, чтобы прилетать по сети, они прилетают через шареную память. Понятно. Есть возможность управлять, грубо говоря, то, что на конкретный роут, конкретный сервис, поднять их, там несколько процессов, и вот между ними как-то вот это все еще… Между процессами какой именно запрос, на какой именно процесс упадет, такого у нас сейчас нет. В рамках одного объекта приложения все его воркеры считаются равноправными и кому именно из воркеров конкретный запрос придет, мы не можем сказать. Если нужно такую большую гранулярность, создавайте отдельные приложения с меньшим количеством воркеров и отдельно направляйте трафик на каждый из них. Но количеством воркеров мы управляем. Количеством воркеров вы управляете. Спасибо. Спасибо.